Вперед! Давай! Вперед! Будешь купаться? Не пойдешь? Ну иди! Ну ты ж позировал! Давай! Молодец! Побежал! Побежал! Считай искупался, Кузь! Вот такие у нас лужи с дождями набрались. Кузя, ты меня бросил! Маленькая уточка Спарта обзавелась своей собственной клеточкой и сейчас принимает солнечные ванны в тепличке. Здесь довольно-таки тепло, сквозняков нету. Хотя с трех сторон закрыта стеклом клеточка, чтобы меньше дуло. У нашей Спарточки есть друг. Это пластиковая бутылка, с которой она всегда любит спать, греется. Когда холодно, наливаем теплую воду. Единственное, что-то плохо стало на одну лапку ходить. Возможно, не хватает витаминов. Сейчас даю ей витаминки. Надеюсь, все у нашей Спарточки нормализуется. Малышня подрастает. Спарта у нас гуляет на улице. Уже крепко стоит на лапах. Посмотрите, как хорошо она передвигается. Немножко еще хромает на одну лапку, но свежий воздух, солнышко и пошли на пользу. Правда, у нее сейчас очень грязно. Спарточка много кушает и, следовательно, много какает. А рядом со Спартой у нас вот эти звери, подрастающие курочки. Поставила я их вот так вместе, чтобы они, может быть, общались между собой. Чтобы ей не было скучно и она знала, что помимо нее птицы вообще еще в природе существуют. Убрала ее друга бутылку. Пускай думает, что она птица, дружит и общается с птицами. А здесь наглые курёхи. Им надо давно делать выгул. Как же мне вас показать-то? Вот. Делать выгул. Вчера они у меня забежали. Всегда закрывается клетка вот так на крючок. Крепко закрывается. Но вчера каким-то образом крючок был открыт. И все мои курочки бегали вот здесь. По своей травке, которая для них и предназначается. Но она предназначается, когда будет выгул. Я вчера бегала, в траве собирала. В общем, это было жутко и страшно. Хорошо, что все целы. Никто никого не съел. И вовремя я успела их загнать. Но как открылся крючок, я вообще не представляю. Кстати, скоро думаю спарту переселять уже в большую клетку. Чтобы она ходила, травку щипала. Все зарастает. Клумба в том числе. Сорняки, несмотря ни на что, все-таки пробиваются. Но сейчас речь не об этом. Распустилась питунька. Красивая, махровая. Вообще прелесть. Очень мне она нравится. У нас такая одна в кашпо растет. И вот две непосредственно на клумбе. Нужно будет уже заняться прополкой. Все еще доцветают тюльпанчики. Там вот клещевинка у нас тоже собирается цвести. Вот она эта махровая питунька. Уже второй цветок выпустила в кашпо. Здесь у нас смесь. И своя простая, обычная. И махровенькая. Цветет также анютина глазка. Биолка. Она так интересно цветет. По бокам, с двух сторон получается. Красиво очень. Тюльпанчики доцветают. Вот еще одна кашпо с питуней. Пока еще не распустилась. Также у нас распустились темные анютины глазки. По-моему, это кокетка, если я не ошибаюсь. Цветинки уже цветают. Земля сухая. Хоть и были дожди. Много и сильно. Но уже все высохло. Все нужно поливать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много про помидоры. Долго ходила, смотрела, искала зависть. Оказывается, они у меня уже довольно давно завязались. Ну, это у нас томат Бэйби. Такие малыши. На нем оно у меня в горшочке растет. А вот томат Бэта. На нем тоже есть... Так, или это у нас Нонейм? Нет, это Бэта. На нем тоже есть две помидорки. Ой, тут еще внизу. Оказывается, совсем не две. А тут уже давно внизу какой-то завязался. Скоро-скоро мы будем есть помидорчики. Помидорчики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ставим забор. Быстрый лайфхак. Как поставить забор, не имея сварки. И когда в сарае есть куча уголочков. А вот так его поставить на уголки. О, красота! Первый пролет готов. Сейчас Валентина Степановна будет его красить. А у нас тут, да, непрерывка. Собираем, красим, делаем. У нас тут все в пределе. И болгарка. И дрелл. Самый универсальный инструмент. Никакой шуруповерт не сравнится с советской дрелью. Субтитры создавал DimaTorzok Забор у нас в процессе. Поставили только 4 листа до винограда. Остальные вот у нас пока просто стоят. Все уехали. Я одна. Поэтому ставить не к кому. Сегодня должны все вернуться. Мы продолжим ставить здесь забор. Пока он у нас будет до дробницы. А в будущем посмотрим. Главное сейчас загородить эту территорию. У нас здесь будет задний дворик. Зона отдыха. Поэтому, чтобы было побольше уединения, мы и ставим забор. Это, кстати, у нас барбариска. Цветет. И вот клумбочка наша. Вот в этой части как раз планируем напротив дробницы сделать беседку. Здесь у нас зона будет для шашлыка. Там, где сейчас стоит мангал, я хочу сделать небольшое костровище. Чтобы вечерком можно было посидеть возле него уютненько. А куда-то вот сюда поставим мангал. Вот здесь, где колеса, между ними будет беседка.